Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Жанна. Сегодня у нас с вами будет история про салон красоты, точнее про вымогательство в салоне красоты. Это история о том, когда вы приходите в салон красоты, вам озвучивают сначала одну цену, а на кассе, когда подходит время платить, вам говорят цену почему-то совершенно другую. Я вам расскажу реальную историю жизни, которая закончилась ужасным вымогательством и просто криминалом со стороны салона. Для тех, кто меня недавно смотрит, я сначала представлюсь. Меня зовут Жанна, я парикмахер и колорист, и последние несколько лет я работаю сама на себя, то есть я арендую место в салоне, да, я работаю со своей базой постоянных клиентов. Недавно я сменила салон и решила с вами поделиться историей про те вещи, которые происходили в том салоне, в котором я работала. Я работала, опять же, сразу говорю, что я не работала как мастер от салона, да, я просто арендовала место, я была отдельная единица, которая работает со своим клиентом на своих материалах, и к салону никакого отношения, кроме того, что я там снимала место, я никогда не имела. То есть я была просто как вольным сотрудником. Но помимо меня, также в салоне были другие мастера, которые работали именно непосредственно на салон, на материалах салона, которые обслуживали именно клиентов, которые заходят с улицы, да, клиентов, которые записываются по телефону через инстаграм салона, красоты, салон красоты, в котором я работала, это был салон такого уровня выше среднего, будем говорить, внешний красивый, и всё было в целом хорошо. Очень часто салон, из-за того, что у них не всегда была полная запись, да, очень часто салон делал акции. Акции делался именно непосредственно на окрашивании. Напарница, с которой я работала, она как мастер, она достаточно компетентна, действительно делает очень красивые растяжки. Я к её работе как мастер-колорист, да, я никогда не могла придраться, то есть у неё в этом плане всё, на мой взгляд, отлично. Очень часто акция, любое окрашивание салоплексом 2000 гривен. В Киеве сложная техника окрашивания салоплексом за 2000 гривен, это просто вообще подарок. Материал, на котором работал салон, это Estelle Couture, несмотря на предвзятое отношение многих людей к Estelle, это абсолютно небюджетная линейка. И одна пачечка краски Estelle Couture около, по-моему, 180 или 160 гривен. 50 миллилитров стоит, но это совсем не бюджетное окрашивание. Это, насколько я помню эти цены, мастера из Украины, поправьте меня, если я не права в комментариях. И такие акции достаточно часто, в принципе, проводились, либо же они висели постоянно, но и очень часто работали в разные смены, да, я в одну смену, этот мастер в другую. Может быть, мы просто не пересекались, и я не видела реальное количество человек, которые приходило по этой акции. Но несколько раз я наблюдала такую ситуацию, что девочка записывается по акции, приходит, и потом у неё как бы обслуживание получается по стоимости намного дороже. На моей памяти была такая ситуация, что девочки взяли, ну, чуть ли не на 50 долларов больше, либо на 40 долларов, но вот где-то такая стоимость. Я просто перевожу в доллар. Из России и других стран это было более понятно. Они все знают, какой курс гривни, рубля и так далее. Всё это переводить достаточно муторно. Я просто ориентировочно скажу цены в долларах, для того, чтобы вы и мы друг друга правильно поняли. Бывали такие ситуации, приходил человек, записывался при мне даже по телефону на это акционное окрашивание, но в итоге ему по телефону как бы сразу говорили, что ой, нет, здесь работа со светляющим порошком, ой, нет, здесь как бы у вас пятна, там нужно многое справлять, это будет дороже. И очень часто девочки, в принципе, соглашались, да, поскольку они были впечатлены работами мастера и приходили. От начала до конца работу мастера я не наблюдала, то есть я никогда не подслушиваю, что делают другие мастера, я никогда не там ухо там свое никогда не выставляю. Я себе работаю со своим клиентом, я сосредоточена только на своей работе. Все, кто со мной работает, все девочки, у которых я там когда-либо арендовала в салоне, мне все знают, что я вообще полностью в голове клиента, и я мыслями только про окрашивание, и не про что другое я в принципе не могу думать. Но пару раз я видела, что на кассе, да, эта сумма, она почему-то очень возрастала вот, но клиенты некоторые просто удивлялись, почему же больше, но в принципе платили, и все было нормально. Следующая ситуация, которая произошла, она произошла летом, и про эту ситуацию мне рассказал массажист в этом салоне, с которым мы в принципе достаточно хорошо общаемся. В том салоне была кабинетная система, то есть парикмахерский зал, он как самый первый, самый огромный, дальше шли множество кабинетов, где в принципе мастера принимали своих клиентов. Поскольку парикмахерский зал был одним из самых больших помещений, да, он был совмещен с холлом, вот салон был очень-очень большой. В целом парикмахерский зал самый первый, самый огромный, и то, что происходит в парикмахерском зале, слышно практически из любого кабинета, кроме самых-самых дальних. Кабинет массажиста, он находился рядом с парикмахерским залом. Получилась такая ситуация, что пришла девочка на окрашивание и на депиляцию. Она увидела акцию от салона, да, она увидела скидку от салона, и она пришла, записалась на окрашивание, рассчитывая о том, что сложное окрашивание ей будет 2000 гривен, как в принципе и сказано в акции. В акции, повторюсь, в салоне не уточнили, на какую длину это будет окрашивание, какую это густоту была сказана. Любая длина 2000 гривен. Знаете, это чем-то похоже на ситуацию с барбаршопом. Если вы не видели это видео про скандал барбаршоп, я вам обязательно ссылочку прикреплю. Девочки покрасились, все нормально. Эта девушка-клиентка, она спокойно до своей послала на депиляцию, делает депиляцию. Запись она уточнила, сколько там депиляция будет стоить. И, насколько я понимаю, в принципе, ей была понятна цена окрашивания, потому что в салоне была акция. Либо эта акция была конкретно этого мастера, я точно не могу сказать. Выходит девушка с депиляцией рассчитываться на кассу, так сказать, и у нее окрашивание вышло чуть ли не на 1000 или 1500 гривен дороже. 40-50 долларов, там 30, чуть ли на 30-40 долларов дороже. И, естественно, она была просто ошарашена такой стоимостью. Плюс еще к тому же, что она делает депиляцию, да. Ну, по депиляции у нее все совпало по цене, у нее не совпало по окрашиванию, да. Поскольку мастер попросила намного-намного большую сумму, чем сказано в акции, мотивирует, а тем, что у вас большая густота, у вас там сложная работа, бла-бла-бла. Девушка, давай говори, я не рассчитывала на такую сумму, я рассчитывала там, да, покраситься так, как у вас сказано по акции, то бишь 2000 гривен. Плюс к тому же она сделала депиляцию, она говорит, у меня банально нет денег с вами рассчитаться, потому что я рассчитывала на эту сумму. И ситуация просто развивается стремительно быстро. И это все мне рассказывает массажист, да, что там все стояло, повышенные тона, то есть он человеку делает массаж, это был спа-салон, да, то есть там клиентка лежит и релаксирует, портывание всякие и так далее. Блин, в парикмахерском зале крикинул. А какой вообще релаксации можете идти речь? И дальше ситуация разворачивается следующим образом. Парикмахер говорит этой девушке, клиентке, что, мол, значит, давай доставай сумку и выворачивай карманы, будешь реально показывать, что у тебя нет денег, вы представляете? И девушке пришлось, то есть она была и мастер депиляции, и девушке реально пришлось доставать и показывать, что у нее нет денег. И они там смотрели, я не знаю, сумку досматривали, я не знаю, это вообще просто ужасная ситуация, но свое мнение я скажу немножко позже. Денег у нее действительно не оказалось собой, там, ну, кроме той суммы, на которую она рассчитывала, не хватало, опять же, 30, 40, где-то 50 долларов. Суммы намного-намного больше, да, это не такая сумма, там, это не 50 гривен, не 100 гривен, и то это всегда надо уточнять, то есть не хватало достаточно значительной для Украины суммы. Я просто знаю, мне очень многие девчонки из России пишут, что, ну, у них совершенно другая стоимость, да, и, допустим, 1000, либо 2, или расхождение может быть и допустимо, но у нас в Украине немножко другие цены, для нас, ну, 1000 гривен, это, да, около 2000 рублей, это, ну, серьезные достаточно деньги, тем более, что человек рассчитывал, что он идет, да, он узнал услугу за одно, да, он узнал по окрашиванию стоимость, он узнал по депиляции, сделал все эти процедуры, а на кассе выходит больше. Почему? Да потому что, так сказал мастер. То есть, я так понимаю, что салон закрывался, и они заставляли эту девушку, блин, выворачивать карманы. Девушка в итоге говорит, что у меня, простите, у меня нет денег, я не рассчитывала на такую сумму, что, мол, оставляйте тогда паспорт, оставляйте какие-то документы. Девушка говорит, у меня нет никаких документов, у меня есть только мамина картка Каянина. Картка Каянина, для тех, кто не знает, специальная карточка, как и проездной, только она и минает. То есть, в принципе, она дается там пенсионерам, различным льготным, льготным категориям населения, и это достаточно, в принципе, нужная вещь, да, это, ну, это, по сути, это документы. Повышенные тона в салоне, крики, это слышал массажист, это слышала клиентка массажиста, в общем, это было слышно на весь салон, и в итоге все закончилось тем, что эта девочка оставила картку Каянина, а на следующий день пришла и рассчиталась. Честно вам скажу, я когда услышала, что это произошло в месте, где я работаю, с людьми, с которыми я работаю, честно, я была просто в шоке. Всегда, я всегда озвучиваю цену предварительно. Это правило для меня, как для мастера, это правило для меня, как для, не знаю, как для специалиста. Это в любом салоне красоты, прежде чем мастер приступает к работе, он обязан просто озвучить цену, чтобы не было вот таких вот ситуаций. Если бы мастер изначально озвучила бы девушке цену, да, и сказала бы, что это будет не 2000, а там, допустим, 3000 гривен, то я думаю, девушка понимает, что у нее нет такой суммы с собой, она бы не согласилась краситься. Я не понимаю, в чем, блин, сложность взятия, и ситуации на моей памяти происходили, но клиенты как бы попадались с лишними деньгами, да, на тот момент, и они без проблем расплачивались, они просто спрашивали, почему сумма как бы возросла, и все, здесь произошла такая ситуация. Это первый нюанс, да, что касаемо мастера, безусловно, всегда нужно озвучивать цену, и клиенту не озвучивайте цену, он сидит, ерзает, он беспокойный, у него мысли начинают на какую-то другую тему, виться в его голове, и потому что человеку может казаться, что ему не хватит денег, да, важно это делать правильно. Делаю, допустим, однотонное окрашивание, 2000 гривен, да, а там сложное окрашивание, допустим, будет стоить 4000 гривен, говорю, но сложное займет немножечко больше времени. Как вы располагаете ли вы временем? То есть всегда нужно спрашивать у человека, располагает ли он временем, просто для того, чтобы человеку не было неудобно вам, как мастеру, сказать, типа, что, мол, я не рассчитываю на такую сумму и так далее, просто можно спросить, располагаете ли вы временем, чтобы человек сказал, нет, извините, я временем не располагаю, давайте вот как бы делать тот первый вариант, да, который вот более простой в исполнении. Я не понимаю, почему сразу нельзя это озвучить. Следующий нюанс, это просто вымогательство, когда клиента заставляют выворачивать карманы, смотрят, что в его сумке находится, закрывают салон и требуют просто срочно оплатить услугу, но для меня это честная ситуация, это не то, что из ряда вон, это уже реально какой-то криминал, потому что препятствовать свободному, как бы, передвижению по стране, по городу и так далее, человеку, который не совершил, на секундочку, никакого преступления, криминал на самом деле, возможно, просто мастера увидели, что клиентка на девушке может быть слабохарактерной, требовать оплатить услугу, но для меня это не просто за гранью, это девочки реально криминал какой-то, потому что закрывать человека, требовать с него, вымогать и так далее, вымогать, оставить паспорт, залог, паспорт, на секундочку, это я для всех говорю, не имеет права никто вас изымать, кроме соответствующих органов, типа там полиции, в всех остальных случаях вы не обязаны оставлять свой паспорт, залог, мне никогда, во-первых, не пришло бы в голову делать услугу настолько дороже, да, как-то в процессе дни спросива разрешения у клиента, всегда нужно спрашивать непосредственно у клиента, готов ли он финансово, да, и опять же для того, чтобы клиента не поставить в неловкое положение, да, в принципе, о финансах в индустрии красоты, это тоже нужно уметь правильно говорить с клиентом и правильно у него спрашивать, готов ли он на ту либо иную услугу, да, это как я вам показала в предыдущем примере, нужно всегда спросить, располагает ли он временем, да, чтобы человеку не было как-то неловко, либо неудобно ответить, да, очень часто мастера грешают, начинают спрашивать, а у вас денег хватит, это там столько-столько тут будет стоить, но это абсолютно неправильно, и когда я слышала, что это происходит такое в салоне, ну, у меня просто честно, у меня прямо же мурашки по телу пробежало, потому что я себя, как клиента, я поставила на место этой девочке, которую заставляли там выворачивать карманы, вытряхивать сумку и так далее, чтобы убедиться, не завалялось ли у нее где-то 1000 гривен, я просто вообще не понимаю, как такая идея даже может прийти в голову, то, что там клиент совсем отказался платить, либо еще что-то, клиент рассчитывал на одну сумму, я абсолютно не понимаю мастера, который, в принципе, сначала заявляет одну сумму, а потом он говорит совершенно другую сумму, и тем более я не понимаю мастера, которому приходит в голову, вытряхивать деньги, требовать от него паспорт, ну, для меня, честно вам скажу, я была в шоке, когда я вот слышала эту ситуацию, проваривала, я ставлю всегда себя на место клиента, я всегда думаю, вернулась бы я в салон, где у меня бы требовали деньги, заставляли вытряхивать сумку, где повышали стоимость просто на раз-два, почему так, ну, у вас густота такая, а раньше сказать нет, в жизни бы не вернулась в тот салон, когда, как бы классно-то мастер не покрасил, но, как минимум, это унижает клиента, а как максимум, это просто полностью убивает деловую репутацию салона и мастера. Возможно, многие мастера видят в некоторых клиентах, одноразового клиента, да, они прекрасно понимают, что сейчас я с ним поработаю, он ко мне больше не вернется, ну, можно как бы больше денег срубить. Очень часто мне мастера пишут, спрашивают, какого-то совета, да, по какой-то салонной жизни, я всегда говорю, никогда не нужно относиться к клиентам, как к одноразовым. Мастеру, у которого есть база своих постоянных клиентов, которые к нему ходят годами просто, да, у меня, наверное, ну, процентов 50 клиентов, это люди, которые начали ко мне ходить еще до того, как я начала вести канал. Полностью, сто процентов вина на мастере, и вина также ее поведения, потому что, первое, мастер не предупредил клиента, когда тот к нему пришел, да, допустим, даже если в акцию, да, по стоимости он не вкладывается, то мастер, как минимум, должен был заранее предупредить клиента о том, что у него вот такая вот, да, ситуация, вот такие вот густые волосы, и это выйдет, допустим, такая-то сумма. Следующая ситуация, это вина мастера в том, что, ну, как бы требовать паспорт за лук, требовать вытряхнуть сумку, вывернуть карманы и так далее, ну, это абсолютно, абсолютно ненормально. Я не понимаю, в чем смысл проводить такие акции, потому что я, вот честно, ну, не буду говорить, я не во все смены работаю, не каждый день. В моей памяти не было такого человека, который бы вложился в эту акцию по этой акционной стоимости. Поэтому для меня тоже это непонятно, но сделайте вы, там, на те же 30 долларов дороже эту акцию, да, и будете красить клиентов. Друзья, напишите, были ли у вас случаи вымогательств. Сначала вам озвучивают одну цену, а через какое-то время цена просто кардинально меняется. Поэтому мне будет очень интересно почитать ваше мнение по поводу этой ситуации и оставляете ли вы паспорт где-нибудь, если от вас этого требует. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok